Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова ребят, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Зенит в PS20 и у нас ребята финал сезона. Сегодня нам предстоит сыграть в чемпионате последнюю игру против Тамбова, финал Лиги Чемпионов против PSG, а также у нас будет матч прощания с футболистами, которые завершают свою карьеру. В общем ребята, сегодня мы узнаем, сможет ли наша команда выиграть в Лиге Чемпионов. Вы ребята, обязательно поддерживайте это видео лайком, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, не забывайте прожимать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Я не знаю ребят, насчет второго сезона, в принципе пока просмотры у карьеры весьма неплохие и поскольку есть чемпионат мира, можно попробовать продолжить эту карьеру и взять еще какую-то сборную, точно так же, как мы это сделали с тем же Ювентусом. Но сразу скажу, скорее всего я не буду уже во втором сезоне играть все матчи, будет больше симуляций, будут только какие-то интересные игры и также будем менять состав по ходу сезона. Но в большей степени, скорее всего, упор будет сделан на сборную. Если у нас получится, я бы взял сборную России, мне честно интересно поиграть за нее. И у Симака, точнее у нашего тренера сейчас, это Матеус, скорее всего у него есть какие-то шансы получить сборную России. Но я честно сказать не знаю, можно ли будет там выбрать или это все будет на рандоме. В общем давайте приступать, у нас матч против Тамбова. Сейчас вообще не важно, как мы его сыграем, просто попробуем выиграть. И, ребята, поехали. Что касается, ребята, новых карьер, многие спрашивают, многие предлагают команды. Есть в задумке 4 карьеры. 2 карьеры за хорошие команды, 1 карьера, это можно сказать, поднятие из низших дивизионов, и 1 карьера за игрока, но игрока не созданного, а точнее она создана, за созданного игрока, но не меня. В общем, нужно сейчас немножко разобраться. У нас у Тоттенхэма карьеры осталось не так много серий до финального сезона, и я думаю, там я продолжать уже второй сезон точно не буду. Ну, карьера за Зенит и карьера за Ювентус будут выходить в таком плавном режиме, то есть это не будет каких-то, скорее всего, 100% выходящих серий, потому что уже второй сезон. Ну, а новенькие карьеры, я думаю, появятся уже вот на новогодних праздниках, чтобы вам было что посмотреть, поедая салатики. Ну и, ребята, давайте начинать. Матч против Тамбова, это финальная игра чемпионата. У нас уже есть два кубка, это суперкубок в начале сезона, выигранный у Локомотива. Это также кубок, выигранный в финале Кубка России. Ну и чемпионство у нас есть, которое пока не учтено. В общем, показатели трофеев. Потому что сезон, видимо, еще не закончен, и туда его просто не записали. Но кубок мы с вами видели. А сейчас Тамбов, кстати говоря, очень неплохо проводил атаку. Сегодня Сутармин у нас на правом фланге. Сейчас Смольников подает, Дрюси, и вот он гол. Ну вот у соперника был момент. Они могли забить. А в итоге на девятой минуте забивает наши команды. И автором забитого мяча становится Себастьян Дрюси. Голевую передачу оформляет Игорь Смольников. Нам нужно сейчас набрать хорошую форму перед матчем с ПСЖ. И там нужно будет отдать просто все свои силы, которые остались у нас в финальной части этого сезона. И снова ошибка соперника. Снова Себастьян Дрюси. И с левой ноги, к сожалению, не попадает. Тамбов в атаке. Перевод налево. Здесь Сутармин уже пришел помочь. Навязывает борьбу. Пошла подача. Удар поворотом и мяч в сетке. За Шиворот Луневу залетает футбольный снаряд. 1-1. 41-ая минута. И здесь есть вопросы к Луневу. Конечно, вот такие голы пропускать галкипер не должен. Не сильно летел мяч. И Лунев просто проморгал этот эпизод. Стоит отдать должное Тамбову. Очень неплохо они смотрятся в этом первом тайме. Головин. Подача. Дзюба. Удар поворотом. Все спокойно. У нас начинается второй тайм. 2-2 по ударам. 1-1 на табло. Опасно. И мяч в сетке. Вот так вот Тамбов ловит нас на контратаки. И очень хладнокровно разыгрывают между собой нападающие. Ну и, ребята, мы дарим очки Тамбову. И посмотрите, здесь сначала Ракицкого продавили. И передача. Пытался Жирков в подкате прервать этот удар. Не вышло. Тут же замена. У нас выходит Малкам. Передача. Дзюба. И офсайт. И все, друзья. Звучит финальный свисток. Вот так вот выигрывает у нас в последнем туре Тамбов. Но, в принципе, мы очень были расслаблены после того, как стали чемпионами. Сезон закончен. Мы заняли первое место. Ну и теперь давайте, друзья, отправляться в Лигу чемпионов на финал против PSG. Сочи в последнем туре проиграли Ростову. Выиграл Ахмат. Выиграл Динамо. Краснодар. Тульский Арсенал. Локомотив выиграл у ЦСКА. Спартак проиграл Крыльям. Ну и вот так вот выглядит, ребята, турнирная таблица у нас в конце сезона. У нас 63 очка. На третьем месте Локомотив. Второе место Краснодар. Сочи опустился на пятую строчку. На шестой ЦСКА. Ну и дальше вы все видите сами. Символическая сборная по итогам всего сезона. И здесь у нас Малком. Аж три футболиста Краснодара. Два футболиста ЦСКА. Два футболиста Сочи. Один из Спартака. И один из Локомотив. У нас, ребята, финальная пресс-конференция перед матчем с PSG. Уже совсем скоро начнется финал. Лиги Чемпионов. Что вы скажете своей команде накануне? Будь то финальный или любой другой матч, для нас важно играть в своей манере. Я буду просить ребят играть как обычно, невзирая на уровень турнира. Помните то чувство, которое вы испытали, когда нас чествовали за победу в Лиге? Помните? Теперь настало время завоевать еще один трофей. Мы шли к этому весь сезон. Теперь выйдите на поле и станьте чемпионами Лиги Чемпионов. Долго, ребята, мы шли к этому матчу. Это финал Лиги Чемпионов и путь к нему был очень сложный. Мы обыгрывали непростых соперников. Манчестер Сити, Барселона, Интер. У нас была непростая группа, но мы справились и пробились в финал. Здесь нас ждет ПСЖ. Там старый знакомый Паредас. Ну и, ребята, пути назад нет. Я хотел на этот матч выйти в три центральных защитника и два фланговых, но передумал и решил все-таки играть в свою игру. Не бояться. Да, мы будем немножко сдержанно играть. Не нестись, сломя голову в атаку, забывая про свои ворота. Все-таки нападение ПСЖ. В виде Мбаппе, Неймара, в любой момент могут нас наказать. Ну и вот они. Те ребята, которые сегодня вышли играть против нас. Мбаппе и Неймар на футбольном поле. Кубок Лиги Чемпионов. И, ребята, свисток о старте этого матча. Поехали. Очень быстро ходит мяч сейчас у футболистов ПСЖ. Сарабия. Удар по воротам. И Ракицкий его заблокировал. Лунев, быстрый вынос. Мяча к центру на Дриуси. Тут только наши парни. Бариус. Головин. Хорошо. Заставляет нас сразу же расставаться с мячом. Смольников. Вот это здорово. Прострел. Ну же, Дриуси. Каким-то невероятным образом спасает Навас. Вот это моментище. Уже казалось, что Дриуси может замыкать пустые ворота. Но откуда ни возьмись, взялся Навас и перекрыл мяч грудью. Бариус играет на Дугласа Сантоса. Сантос уже в штрафной. Сантос. Подача. Ну же. И снова никого. Азмун подхватывает мяч. Было нарушение. Но поскольку мы с мячом в атаке, арбитр дает нам провести ее. Дриуси. Еще один пас в штрафную. Ерохи. Мы сейчас задавили пассажир, ребята. Но ничем опасным пока не можем похвастаться. Мы просто у штрафной. И до удара дело не доходит. Перевод. На правый фланг. Ракицкий. Нет никакого пенальти. Играем. Удар поворотом. Так можно, ребята. 39 минут довольно волнительного футбола. Но пока что, в принципе, по СДЖ особо много моментов мы не позволяем создать. Но по владению мячом равенство. Подача Малкома. Головин. И рядом с воротами летит мяч. Пока что, знаете, такой вот невнятный футбол. Как будто обе команды очень сильно волнуются. И у них мало что получается. Те удары, которые есть, они не очень опасны. Мбаппе. Какая передача. И здесь Смольников молодцом. Ерохин. И первый тайм закончен. 0-0. Головин. Держать. Удар поворотом. Лунев в порядке. Ерохин. Ну куда ж ты мяч-то заставляешь? Подача. Удар поворотом. И перекладина. Да, Ерохин так здорово выиграл мяч на бровке. А потом просто отдал его в центр сопернику. Ерохин. В центр. Хорошо. Азмун. Удар поворотом. Да куда ж ты бьешь, Азмун? Надо забивать. Редко. Редко мы создаем вот такие вот моменты. И Азмун неплохо выскакивает. Но с реализацией есть проблемы. Возможно, стоит попробовать, ребята, на второй сезон Азмуна продать. И купить себе какого-то нового нападающего. Так что пишите в комментариях. Вот сейчас Дриуси. Хорошая атака. Дриуси. Ну же Азмун. Азмун забил. 65-я минута. 1-0. Ну вот только стоит поругать его, как он забивает. Дриуси. Аккуратный пас. Азмун подрабатывает и проталкивает мяч пыром в дальний угол. 1-0. Малком поле покидает. Выходит Генрих Махитарян. Ну и теперь станет еще сложнее. Сейчас ПСЖ пойдет всеми силами в атаку. Посмотрите, они перестроились. Но это шанс. Это шанс для наших игроков. Пойти в контратаку и наказать. Головин. Головин. Хороший подкат. И Головин долго думал, стоит ли бить. Пошел заброс. Опасно. Лунев, да руки-то тебе на что? Подача. Все проскочили мимо. Уже Маркиньос в атаке. Двойная замена у ПСЖ. Сейчас они пойдут просто на финальный штурм. У нас Аздоев выходит вместо Ерохина. У нас небольшое перестроение. У нас покидает поле Сердар Азмун. Автор забитого мяча. И вместо него выходит на поле Артем Дзюба. Сейчас нужно больше думать об обороне, ребята, нежели о том, как мы можем еще забить. Дзюба. Махитарян. Почему же ты остановился? Как же здорово он открывался под эту передачу. А здесь нет офсайда. Махитарян. Вот для чего он остался. Махитарян. Там от своего мяч летел. Не было офсайда. Махитарян. Заброс на Аздоев. Аздоев. Подача. Дзюба. Штанга. Сейчас мы могли просто все закончить, но еще три минуты. И ПСЖ несется в свою атаку. Ребята, нужно держаться. Неймар. Мбаппе. Держать. Держать. Ребята, держать. Удар поворотом. Лунев. Забери мяч в руки. И я думаю, это все. Это, ребята, все. Вынос мяча. Свисток. И это победа в финале Лиги Чемпионов. С минимальным счетом. Благодаря голу Сердара Азмуна. Мы выстояли. И победили. Тяжелейший матч. И еще один трофей в нашей копилке. В этом матче было все. Были перекладины и штанги. Был забитый мяч. Была интрига. Невероятное давление. И в итоге очень сладкая победа. Мы победители Лиги Чемпионов, друзья. И сейчас мы сыграем прощальный матч. Для тех, кто заканчивает в нашей карьере с футболом. Я надеюсь, ребята, вам этот матч понравился. Поддержите обязательно. Видосик лайком. Ну и давайте отправляться на последнюю игру сезона. Мы принимаем на Газпром арене команду Old Boys. Прощаемся с легендами футбола. Пепе Дероси, Пепе Рейна, Фернандиньо, Диара, Денисов, Ари, Сабалета, Еременко. Вот те ребята, которые вышли против нас сегодня на футбольное поле. И вышли они в нашей карьере в последний раз. Джарвиньо также там присутствует. Ну и на замене есть еще кто-то. Ну и, ребята, давайте сыграем уже, так скажем, на релаксе. Мы выиграли Лигу Чемпионов. Мы закончили сезон на очень положительной ноте. Ну и теперь нужно двигаться дальше. Караваев. Это попытка подачи над Зюбу, но мяч немножко свалился. Играет на Себастьяна Дриуси. Дриуси с мячом. Ложный замах. Подача. А здесь Малком. И Ерохин. Молодец. Ерохин навязал борьбу, но арбитр почитал, что с нарушением правил. Дуглас Санто. Здорово. Выиграл мяч. Здесь Зюба. Головин. Играет на Малкома. Хорошо сейчас разыгрываем. И передача на Малкома. Малком залетает в штрафную. Рядом Диара. И мяч не ушел за пределы поля. Ерохин. Дуглас Санто. Смочно бьет поворотом. Этот удар заблокирован. Снова Малком. Снова попытка подачи. Головин. Вскрикнул. Но арбитр разрешает играть. Малком. Подача. Ну же. И все-таки футболисты Олдбойс справились. Дуглас Сантос. Подача. Дзюба. И мяч в сетке. Дуглас Сантос выполнил изумительную передачу с самой ленточки. И Артем Дзюба переиграл Пеппи Рейну. 1-0. 43-я минута. Мне всегда было интересно, почему этот матч с футболистами Олдбойс проходит всегда против нашей команды. Пока что мы выигрываем 1-0 и у нас перерыв. Моментов было не очень много. Но один забитый мяч есть. В принципе, мы играем в свое удовольствие. Игра идет. Стадион заполнен болельщиками. Ну и посмотрим, сможет ли что-то противопоставить нам Олдбойс. Сейчас они идут в атаку. Сабалета. Против него Дуглас Сантос. Рядом Бариус. Передача. Под удар. Ари. 1-1. Ари забивает гол. И сравнивает счет на табло. Ну классно. Классно разыграли. Очень здорово. Перевели мяч с фланга в центр. И там Мамана проиграл борьбу. Думаю, стоит все-таки рассмотреть, наверное, какие-то предложения по Мамане. Не очень он мне нравится. Очень часто проигрывают борьбу корпусом. А Олдбойс взялись за дело. Еще одна атака. Удар поворотом. И здесь перехитрил. Немножко лунев Ари. Он делал несколько раз такой выход вперед. И заставил Ари ударить без обработки поворотом. Да, если бы он попал, это мог бы быть гол. Ну а так, ребята. По-прежнему он на 1-1. У нас чуть больше 20 минут до конца этого матча. Бариус. Заброс на Дрюси не прошел. Но Бариус не выключается из борьбы. Бариус. Удар Бариуса в ближний. И 2-1. Нечасто. Нечасто Бариус забивает в наших матчах. Но здесь он пытался сделать пас над Зюбом. Он не прошел. И в итоге Бариус ударил сам. И попал в ближний угол. Мы снова выходим вперед. До конца Бариус боролся. И был награжден голом. И снова опасная атака. Олдбойс. Удар поворотом от Ари. И мимо. У нас готовится еще ряд замен. А сейчас Ари несся в атаку. Мамана забрасывает на Сутармина. Хорошая передача. Сутармин. И пас вперед на Генриха Махитаряна. Не знаю успеем ли мы провести замены. Все-таки времени осталось не так много. Заброс на Генриха Махитаряна. Выходит Пеппи Рейна. Удар из-за пределов штрафной. Но из замены все-таки ребята состоятся. У нас вышел Азмун. У нас вышел Кузяев. У нас вышел Ассорио. Замен было много. Время матча подходит к концу. Жао Зиньо. Подача. Опасно. Вот так вот отвечают Олдбойс в концовке. И все, друзья. Легенды аплодируют вам. Я говорю вам спасибо за то, что смотрели эту карьеру. Первый сезон. Мы будем обязательно продолжать. Надеюсь, вам все понравилось. Поддержите видео лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok